Всем привет, с вами Серега и сегодня мы поговорим с вами о текстовых масках. В Pinnacle Studio 23 версии появились текстовые маски, это только версия Ultimate, поэтому приобретая, будьте внимательны, какую версию получаете, потому что в других версиях Pinnacle Studio этого инструмента нет. Итак, что же такое текстовая маска? Текстовая маска, она взаимодействует или изменяет наш клип, в то время как обыкновенные титры накладываются поверх клипа. Итак, давайте посмотрим, как мы можем создавать текстовые заголовки, используя инструменты Pinnacle Studio для маскирования текста. Для начала нам нужно на таймлайн добавить какой-нибудь видеоклип. Мы зажимаем левой кнопкой мыши и перетягиваем его на таймлайн. Далее, что нам нужно сделать, это выбрать маска. Нажимаем один раз левой кнопкой мыши, у нас появляется вот такая вот кнопочка. Ну, перед этим мы должны выделить клип, а иначе наша маска не применится, потому что не к чему применяться. Итак, выделили клип, нажали маска, у нас появилась вот такая вот кнопочка, нажимаем на нее. У нас создается маска поверх нашего клипа, и здесь доступны две кнопки. В данный момент мы нажимаем кнопку создать маску, вернее форму. Наша форма создалась, и следующее, что мы делаем, это берем инструмент Text и нажимаем вот на эту кнопочку в виде буквы T. Здесь у нас появляется ваш текст здесь. Здесь, с левой стороны, у нас появляются параметры для настройки нашего текста. Вот в этом поле мы можем удалить его и написать свой собственный, допустим, природа. Ну и здесь, как в обычной тетравалке, допустим, находятся все те инструменты для редактирования текста, для увеличения его, для выбора шрифта, также жирности, наклона, подчеркнутости, с какой стороны там начинать текст, ну и также регулировка текста по горизонтали, вертикали и так далее. Все знакомые нам настройки, в общем. Ну давайте увеличим наш текст. Я вобью сюда 180. Чтобы он у нас побольше был. И следующее, что нам нужно сделать, это нажать вот на эту кнопку, которая называется функция. Нажимаем. И далее выбираем параметр. Вот видим параметры области за пределами маски. И в этом параметре мы нажимаем вот на этот треугольничек. У нас открывается вот такая менюшка, где мы выбираем непрозрачность. Выбрали и видим, у нас весь экран стал темным. Наш клип стал в виде текста. Вот если мы сейчас перейдем на временную шкалу, подвергаем тут индикатор, мы видим, что наш клип это теперь такая вот маска. Видим, что там вот движется океан, корабли. Так, вернемся к началу, вернемся в маску нашу. И у нас здесь появились два параметра. Это непрозрачность и размытие. Этими параметрами мы можем выравлять нашим текстом. Что мы можем делать? Ну допустим, поставить ключевые кадры. Давайте чуть-чуть отодвинемся вперед. Вот так. И поставим ключевой кадр на непрозрачности. Дальше мы еще продвинемся вперед. И поставим здесь непрозрачность 100%. Мы видим, что наша надпись исчезает и появляется полностью изображение. Давайте посмотрим, как это выглядит в реальном времени. Нажимаем временная шкала. Возвращаем индикатор на таймлайн самое начало. И нажимаем воспроизведение. Что-то компьютер подтормаживает. Ну мы видим, что вот такое исчезновение текста у нас получилось. Можно, конечно, это чуть-чуть все подвинуть, чтобы побыстрее шло. Что растянуто у нас как-то получилось. Подвинем, чтобы текст у нас исчезал быстрее. Сейчас посмотрим в реальном времени. Вот так побыстрее. И видим, что наш текст исчезает и наше видео начинает проигрываться. Вот такую заставку мы можем сделать при помощи маскирования. Также мы можем применить, допустим, размытие на нашем тексте. Поставить, вот видим здесь размытие. Точно так же поставить ключевой кадр. И дальше к концу, чтобы наши буквы размывались, на 100% увеличить размытие. И теперь наши буквы не только будут плавно исчезать, но они будут еще и размываться. Мы можем вот сюда чуть-чуть этот сдвинуть, последний ключевой кадр, чтобы было видно, что наши буквы размываются. Ну и давайте теперь это все посмотрим. Вот такие титры мы получили при помощи маскирования текста. Вернемся в маску. Если мы, допустим, сделаем здесь, в параметрах области за пределами маски, поставим здесь отсутствует, а в параметрах области маски мы поставим непрозрачность, то мы получим на нашем тексте такие вот черные дырки. Видим, наш клип остался, а текст выглядит такой вот черный. И теперь мы можем добавить под наш клип какое-нибудь изображение. Сейчас растянем его. И получим вот такую вот заставку. Видим. Теперь вот такая вот цветная надпись у нас появилась. Классная. И так же мы можем управлять. Заходим в функцию. И здесь у нас точно так же появились те же самые параметры непрозрачности и размытие нашего текста. Мы можем от начала клип отодвинуть. Но покажу вам только на параметрах непрозрачности, что точно так же работает. Ставим ключевой кадр. Ну и чуть подальше. Естественно, непрозрачность ставим. По проценту. Чтобы наш текст исчезал. И получили вот такую вот классную текстовую заставку. Переходим на временную шкалу. Нажимаем воспроизведение. Вот видим, что в данный момент у нас вышла вот такая вот заставка. Такими простыми манипуляциями мы можем сделать две разных текстовых маски для нашего видео. А сейчас мы с вами разберем, как создавать маски в 3D-пространстве, текстовые маски в 3D-пространстве. Для этого мы все так же выбираем клип, перетягиваем его на таймлайн. Выделяем наш клип. Нажимаем маска. Кнопку создать маска. И в этом случае мы выбираем не создать форму, а создать панель. Нажимаем на данную кнопку. И следующее, что мы выбираем, это опять же наш текстовый маску в виде буковки Т. Нажимаем на нее. У нас создался наш текст. Ну и проводим все те же манипуляции, которые были описаны выше для создания нашего текста. Я ничего здесь снова придумывать не буду. А просто сделаю все, что делал до этого. Итак, наш текст готов. Следующее, что мы делаем, это нажимаем на кнопку активы. В активах мы выбираем вот это окошко. Нажимаем на него. У нас открывается наша как бы библиотека, где мы должны выбрать какую-нибудь видео или фотографию для того, чтобы применить ее в нашей маске. Сейчас мы выберем какую-нибудь фотку. Так, у нас медленно все прогружается. Фотку или видео, ну давайте вот это вот выберем. Далее нажимаем, когда мы выбрали, нажимаем кнопку применить. И следующее, что мы делаем, мы можем здесь на экране подогнать под нашу надпись, допустим, вот эти вот параметры. Можем здесь вот этими рычажками двигать, чтобы, допустим, рамка двигалась по-разному. Мы здесь замочек отжимаем, и тогда она будет двигаться по-разному. Но почему-то сейчас не двигается. Посмотрим. Ну да, что-то не так. Ну да ладно. Особо в данный момент это значение не имеет. В общем, вот так вот подвинули. Видим, что накладываться наша надпись будет вот так вот. Вернее, наше изображение вот на эти буквы. И следующее, что мы здесь делаем, это переходим в 3D. Нажимаем 3D. Вот здесь. Видим, наше изображение вписалось в буквы. И теперь мы разворачиваем наши буквы в 3D-пространстве. Вот с помощью вот этих вот настроек. Видим, разворачиваем. И у нас получается наша буква вот так вот развернута в 3D-пространстве. Ну, естественно, мы можем при помощи ключевых кадров настроить все наши тут 3D-вращения и все такое прочее. Вот такими вот несложными манипуляциями мы можем создать 3D-текст из массы 3D-текст для нашего видеофильма. Ну и далее все дело техники. Мы можем анимировать эти параметры и наш текст будет вылетать. Давайте чуть-чуть анимируем его. Здесь поставим 0. Ключевой кадр. Вначале мы это все вот так уберем. Далее вот у нас будет вот так текст вылетать. потом мы его оставим здесь на какое-то время. Поставим снова ключевой кадр и сделаем, чтобы наш текст улетал. и сдвинем вот этот ползунок. Все. Наш текст вылетел туда за экран. Давайте посмотрим в реальном времени, что у нас получилось. Нажимаем здесь временная шкала и нажимаем воспроизведение. компьютер что-то подтормаживает. Вот видим наш текст вылетел, задерживается какое-то время и улетает в сторону. Можно по-разному его здесь настроить, как вы уже сами поняли. Допустим, при помощи ключевых кадров здесь задать всякие вращения во время остановки. Допустим, давайте, ладно, все сразу анимируем здесь, посмотрим. И перейдем в конечный ключевой кадр сюда. Ну и что-нибудь завращаем. вот так его повернем. И вот так. Возвращаемся в начало просмотра и нажимаем play. Ну вот такая вот анимация у нас получилась. Сейчас индикатор просчитает и мы посмотрим более такую анимацию улучшенную. Итак, ставим индикатор в начало временной шкалы и нажимаем воспроизведение. Ну вот такую вот анимацию мы получили в 3D-пространстве при помощи инструментов для маскирования текста. Это все у нас стало возможным в PNACLE Studio 20 LTE-версии Ultimate. Ну а у меня на этом все. С вами был Сергей. До новых встреч! Всем хорошего настроения!